Субтитры предоставил DimaTorzok При принятии решения о повышении ставки руководство Центробанка отталкивалось от макроэкономических сценариев и прогнозов инфляции, говорится в заявлении регулятора. Цитата. Физическим лицам, а также импорта. Налоговая политика также изменится по отношению к косметическим продуктам, заявил Леви. Уровень годовой инфляции в Бразилии ускорился до 7,36% в середине февраля. Тогда цены выросли на 1,5%. При этом уровень роста потребительских цен в 2015 году, согласно ожиданиям, составит 7%. Объем заказов промышленных предприятий Германии в январе 2015 года упал на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные сегодня приводит Министерство экономики ФРГ. Падение оказалось самым значительным с августа. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение на 1%. Относительно января 2014 года заказы уменьшились на 0,1%, при прогнозе роста на 2,6%. Цитата. В декабре объем заказов подскочил на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% относительно того же месяца 2013 года. Сокращение заказов промпредприятий может быть сигналом о том, что промышленный сектор становится слабым местом в восстанавливающейся экономике Германии, делают вывод корреспонденты. Ранее Бундесбанк заявлял, что экономика преодолела слабую фазу в прошлом году и, вероятно, выиграет от падения цен на нефть. Сотни такси с традиционными шашечками заполонили улицы Брюсселя и блокировали подъезды к учреждениям Евросоюза, пишет Financial Times. Водители с лицензиями протестуют против включения в транспортную систему бельгийской столицы услуги Uber. Она позволяет пассажирам вызывать через мобильное приложение машины с автолюбителями, которые занимаются частным извозом в дополнение к основной работе. Цитата. «Они отбивают хлеб у легальных такси, которые работают легально, платят налоги и так далее. А леваки подрабатывают, как придется, не платят налогов и могут предлагать менее дорогие услуги», — сказал один профессионал. Другой считает эту американскую идею безосновательной. «Допустим, вы решили воспользоваться системой Uber, но у нее нет страховки, как у нормального такси. А что, если в дороге машина угодила в аварию, а прокинулась, пассажиры и водитель получили травмы? Кто возместит расходы по лечению и ремонту? У меня есть такая страховка, которая обошлась мне почти в 3,5 тысячи евро, поэтому мы покрываем всех наших пассажиров». Выразить солидарность с бельгийскими коллегами приехали таксисты из соседних стран. Операторы системы говорят, что Uber может создать в этом году 50 тысяч рабочих мест в европейских городах, которые готовы заключить с ними соглашение. На северо-западе Пакистана 471 человек был арестован за отказ от вакцинации своих детей от полиомиелита, передает The Guardian. Как долго они останутся за решеткой, не уточняется. Цитата. «В стране и раньше задерживали людей, отказывавшихся делать своим детям прививки. Однако это первый раз, когда аресты носят такой массовый характер. Это подчеркивает готовность правительства справиться с полиомиелитом», заявил председатель районной администрации в Пешаваре Ферос Шах. В Пакистане многие родители не разрешают делать своим детям прививки из-за суеверий. Одним из самых распространенных является поверье, что вакцинация от полиомиелита приводит к бесплодию. В январе этого года власти решили сделать прививки 35 миллионам детей. По информации издания, при этом было решено предпринять меры для обеспечения безопасности медработников, проводящих вакцинацию. Сотрудников системы здравоохранения систематически похищают и убивают талибы, считая их агентами западных спецслужб. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Пакистан входит в тройку стран, которых к настоящему времени не удалось искоренить полиомиелит. Помимо него в этом списке Афганистан и Нигерия, говорится в статье. Полиомиелит – высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Оно поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Первые симптомы заболевания – лихорадка, усталость, головная боль, рвота и боли в конечностях. Около 10% из числа заболевших умирают от паралича дыхательных мышц. В основном заболевания поражают детей в возрасте до 5 лет. Предотвратить полиомиелит можно только с помощью вакцины, отмечает The Guardian. Субтитры подогнал «Симон»